Я хочу прочесть вам отрывок из Священного Писания, который читался сегодня на богослужении. Это первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Фессалоникийцы, город Фессалоники, это на сегодняшний день второй по величине город Эллады, греческой республики. И в те времена, когда Павел и другие апостолы проповедовали, это уже был огромный город. Поэтому к ним, там была большая христианская община, туда писались послания. Значит, фессалоникийцы были сильно озабочены одним вопросом, когда будет конец света. И это очень тревожило. И по сути послания апостола Павла посвящены так или иначе вот этим всем вопросам, связанным с этим главным вопросом. То есть, когда придет Господь, и как воскреснут мертвые, и что бывает с душами до воскресения. То есть, все вот этот комплекс вопросов тревожил жителей Фессалоник. Сегодня мы читаем... Кстати говоря, один из философов русских говорил, что русские люди вообще, они новозаветные фессалоникийцы. Это, кстати, фессалоникийцы последних времен. Потому что русский народ в своих религиозных переживаниях больше всего тревожит вопрос конца света. То есть, когда русские люди начинают обращаться к вере, и их голову начинает занимать вопрос религиозного характера, то они больше всего тревожатся о том, когда же всему конец. И начинают, так сказать, иногда спешить, торопиться, нервничать, дергаться. Вот. Но иногда правильные вещи какие-то делают. Но, в общем, мы должны, по крайней мере, это послание читать внимательно, поскольку оно касается наших сокровенных мыслей. Итак, что пишет Павел сегодня нам? То, что мы читали. О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Тать, то есть вор. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муками, роды муками постигают имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Несколько буквально замечаний я сделаю для того, чтобы эти слова вам были более понятны. А сегодня я просил бы вас, чтобы вы нашли время для того, чтобы раскрыть для себя это послание. Поскольку, знаете, мы с вами часто так делаем. Открываем какое-то послание апостола Павла, и оказывается, что никто не читал. И потом возникает такая задача, найти дома в Евангелии, в Новом Завете, то или иное место послания и прочесть его, то есть познакомиться. Сейчас мы читаем, повторяю, первое послание к фессалоникийцам. Значит, о временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Времена и сроки, времена и лета. Это некое устойчивое выражение священного писания. Когда Господь Иисус Христос возносился на небеса с Иллионской горы, апостолы спросили Его, Господи, не в это ли лето устрояешь и царство Израилю? А Он им сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Времена и сроки – это такое твердое зачитание, которое часто в Писании употребляется. Павел тоже так пишет. О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы знаете, что день Господний придет как вор ночью, как тать ночью. То есть Господь придет внезапно. Совершенно ошибаются те люди, которые пытаются высчитывать день пришествия Христова. Не так давно мы слышали про пророчество Майя, потом был миллениум или до этого, и все ожидали сотня на день. Все эти ожидания совершенно беспочвенные, потому что Христос придет, угодно Господу прийти, как внезапно, как приходит вор, подкапывает дом. То есть прийти внезапно, застигнуть человека. Поэтому в апокрифах, в Евангелии этого нет, в апокрифах есть слова такие, в чем застану, в том и сужу. Это не евангельские слова, это слова апокрифические. Но они часто бывают на языке у людей, говорят, в чем застану, в том и сужу. То есть каким ты будешь на момент посещения, таким, собственно, ты и будешь вовеки после посещения Господня. Очень важные слова следующие. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнут их пагуба. Мир и безопасность – это самые употребляемые слова в международной политике сегодняшней. Если вы иногда читаете газеты или слушаете телевизор, то вы слышите, например, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Или ОБСЕ – Организация Безопасности Совета Европы. Или переговоры о мире, между теми-то и теми. Мир и безопасность. Советская власть очень любила одну цитату из Священного Писания, хотя не давали и исходники, то есть откуда взято. Значит, писали «миру мир», это из литургии, значит, мы говорим о мире всего мира, Ирине Туказму, значит, мир всему космосу. Вот они писали «миру мир», то есть мир и безопасность. Мир и безопасность – это постоянно повторяющее словосочетание в телевизоре, газетах и политическом дискурсе. Вот апостол Павел пишет очень интересно, пишет две тысячи с лишним лет назад, говорит, что когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как муки родами постигают имеющие в очреве, и не избегнут. То есть наш мир беременный беззакониями, и когда он ими разродится непонятно, то, что разродится, это понятно. То есть имеющие в очреве родит и не избегнет. Раньше родит недоношенного, или выносит родит, или переносит, и родит, значит, это уже вопрос такой, вопрос второго порядка. А главное, что мир беременный всяким беззаконием, рано или поздно он разродится. И при этом, чем больше беззаконий, тем больше люди говорят о мире и о безопасности. Это парадокс, но вы себе примечайте себе это. Крики о мире, в конце концов, к тому приведут, что люди захотят некий такой порядок на всей планете, чтобы были одни законы, чтобы была одна монетарно-финансовая система, чтобы были свободные границы, чтобы можно было жить, где хочешь, значит, чтобы не было паспортов, там, скажем, там, чтобы это все тебе вшили в лоб, тебе какой-нибудь там чип, и с этим чипом по всему миру путешествуй. Значит, чтобы был президент один на весь мир, чтобы выбирали выборы, чтобы были одни на всю вселенную, значит, чтобы этого президента все знали по имени, он, собственно, и будет антихристом. Это все, собственно, к этому движется. И тогда, когда войны не будет, наркотиков не будет, того не будет, значит, преступности не будет, будет мир и безопасность. И вот когда скажут мир и безопасность, тогда, собственно, и наступят эти страшные роды этого бедного человечества. То есть человечество родит тогда из себя антихриста, который, собственно, сядет ему на плечи, воцарится, и никто ничего не поймет, Кроме той жменьки христиан, которые все поймут и должны будут куда-то скрываться, потому что влиять на ситуацию у них никак не получится. Эти слова, кстати говоря, Тихон Задонский однажды молился в келье своей, и ему разверзлось небо. Явились ему апостолы Петр и Павел, и повторили ему эти слова. Говорит, когда скажут мир и безопасность, тогда всему конец. Но мы, говорит апостол Павел, не дети тьмы, чтобы нам внезапно встречать Христа. «Все вы сыны света и дня, и так мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Есть такое великое предание церковное, что все главные события мира совершаться будут в воскресенье. Есть тайное предание церкви такое, что Господь Иисус Христос по великой своей любви к человеческому роду будет совершать некие великие чудеса и знамения последних времен, в том числе в воскресные дни. Потому что именно в это время все верные и божьи люди будут собраны в храме. То есть хорошо бы, допустим, представить, что Господь придет на суд в воскресенье. И вот те, кто будут в храме, собственно, ну тем и хорошо. Они пришли к Христу, Христос к ним пришел. А вот те, кто в это время будет, например, там еще спать и досыпать, кто только будет выползать из ночных клубов в это время, кто еще что-нибудь там будет совершать и делать, как бы тому, конечно, будет совершенно по-другому. Поэтому у нас есть надежда, что Господь застигнет нас, так сказать, судом своим именно в тот день и час, когда мы будем наилучше к нему приготовлены. А лучше всего мы приготовлены в воскресный день на богослужении. Поэтому церковь ждет постоянно пришествия Христова. Но в особенности воскресный день Господний, когда именно вот и придет-то, собственно. Потому что мы сыны света и дня, и мы ждем своего Господа. Впрочем, нужно почаще собираться на богослужение для того, чтобы бодриться и трезвиться. Потому что никогда дома вы не сможете взбодрить свое сердце так, как вы взбодрите его в Церкви Божьей. Посреди сует, посреди работ, посреди готовки, посреди стирки, глажки, там платежек разных коммунальных вы никогда не сможете, посреди работающего телевизора, посреди включенного компьютера, посреди всех этих спешек, усталостей, вы никогда не сможете иметь бодрое сердце. И если вы не будете в Храм Божий ходить постоянно и регулярно, то сердце ваше заснет, и вы из сынов света превратитесь в сынов тьмы, и тогда уже будет совершенно другое к вам отношение. Ну и, пожалуй, последнее, что он сегодня пишет, значит, спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Я не согласен, потому что сегодня упиваются, когда хочешь, и днем тоже, и утром тоже. Сегодня упиваются всегда. Раньше, видимо, было так. Когда Дух Святой излился на святых апостолов, то они показались людям пьяными. Они начали говорить на разных языках, они вели себя так весело и бесстрашно, что все подумали, что не понапивались. И сказали, что это они понапивались сладкого вина, что ли? Что они так странно ведут? А апостол Петр сказал, сейчас только третий час дня. Третий час дня – это около 10 часов утра. 9-10 часов утра. Сейчас только раннее утро. Какого мы можем напиться сладкого вина? То есть раньше не было людей, которые пили утром. Сегодня они уже есть. Сегодня есть люди, которые не посыхают с вечера до утра и продолжают дальше. И апостол Павел тоже об этом пишет. Говорит, что упивающиеся, упиваются ночью. Сегодня, видите, поменялся мир в этом отношении не в лучшую сторону. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Слово «трезвение» означает не отсутствие спиртных напитков. Слово «трезвение» означает бодрствование, включенный ум, когда ты включен умом и понимаешь, что происходит. Дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Это то, что мы сегодня читали на богослужении, пятая глава первого послания к фессалоникийцам. Я прочел его вам не для того, чтобы все объяснить, а для того, чтобы напомнить вам, что чтение Священного Писания является непременной обязанностью всякого христианина, умеющего читать. Во-первых. Во-вторых, это является одним из способов подаяния человеку Духа Святого на очищение грехов, на вразумление. И это непременные условия нашей спасенности. То есть любовь к Божьему слову. Поэтому сегодня, если у вас будет время, оно должно быть. Хоть полчасика, но можно найти. Вам нужно будет найти первое послание Павла к фессалоникийцам, пятую главу или четвертую. Четвертый пишется про мертвых, то, что мы читаем на погребениях. Пятый пишется про конец света. Читайте, вразумляйтесь, спасайтесь. И, конечно же, я желаю мира и благословения, и согласия, и примирения поссорившимся во всякой христианской семье, потому что Гури, Самон и Авив почитаются церковью как хранители семейного очага и скрепители супружеских отношений. Там, где в супружеских отношениях вкрался грех, там, где есть блуд, измена, воровство какой-нибудь, там, чужой чести, там, где есть нарушенная клятва, там, где есть погасшее сердце, вместо любви раздражение, значит, вместо ласки, значит, грубость. Вот там, во всех этих больных ситуациях, Гури и Самон и Авив проявляют себя как помощники и заступники. Запомните себе эти имена, что мученики Господни вымаливают всех. Мученик Уар вымаливает некрещенных покойников. Мученик Ванифати вымаливает пьяниц и наркоманов. Мученики Гури и Самон и Авив вымаливают мир для живущих в семье. То есть мученики Господни, они, заплатившие кровью за свою святость, имеют дерзновение к Богу и просят для нас все, что нам нужно. Вот сегодняшние имена нужно запомнить всем живущим в браке. И да будет мир на всяком христианском супружестве. Христос с вами. Спасибо за молитву.